Всем привет! Я начинаю трехсерийную рубрику как выбрать, которая будет посвящена периферии. Начнем с мышек. Погнали, для начала определимся, где будем ее покупать. Если вы хотите купить быстро и с гарантией, то в магазине, а в данном случае, в ДНС. Если же дешево, то на Алиэкспресс. Тип мыши. Они бывают обычные, 3D, вертикальные. Обычные подходят для множества определенных задач, нужные человеку. Они бывают игровые, офисные, беспроводные. 3D же нужны людям, которые работают с автокадом и другими программами для 3D моделирования. Самый редкий тип мышек. Также бывают обычные, беспроводные. Последние это вертикальные. Подходят исключительно для офиса, ибо в игрушки фиг на ней поиграешь. Отличаются от обычных отсутствием судорог на запястье после длительного использования. От этого они такие дорогие. Конкретно в этом видео мы будем говорить об игровых мышках. До 1000 рублей ничего годного ни на Алике, ни в Технопэнте найти нельзя. Либо это будет офиска, либо это будет офиска с поцветочкой. А вот до 2000 уже можно найти номинантов названия «Моя новая мышь». Среди них на Алике есть рапу V625, с микриками Амрой на 10 миллионов нажатий, универсальной формы, подходящий как для ладонного, так и для кагетвова с пальцевым, а также сенсор PixArt PMV3325. Цена около 1500. Также на рынке есть Deluxe M625, которая ничем, кроме сенсора 3360, не отличается от предшественника. Цена уже около 1700-1800. Последний в списке кандидат Мотоспейд V70, с микриками Амрой на 20 миллионов нажатий, формой для ладонного хвата и сенсором 3360, который можно поменять на 3325. Цена 2000-1500 в зависимости от сенсора. В DNS также можно найти много интересного, есть мыши Z на 3325, Cougar Minos X3 на 3360 и пропиаренная, но хорошо прохейте NM0 G102. Брать или нет, ваш выбор. До 4000 побольше мышей найти можно. Из них есть, например, Z Blatch Xaviour на сенсоре 3389 с удобным пальцевым и когтевым хватами, Omin 600 с ладонным хватом и сенсором 3360 и Razer Essenshell. Но она мышь довольно спорная. На Алиэкспресс уже есть и Razer Elite, которая на головы выше, чем Essenshell, и Stila 310, и оверприснутые Zoe. В общем, тоже ораво и маленькая кучка. Начиная с 4000 до бесконечности вселенной, я могу предложить Logitech G502, G Pro, а также их беспроводные версии. Из стилов можно найти 500-е, 600-е, 70-е и 80-е точка на Алике же подобного ценного диапазона мышки найти сложно и почти невозможно. А теперь каких брендов мыши не рекомендую к покупке? Это у нас Блади на старых сенсорах, оравы подсветки и низким ценником. Кукумбер с такими же характеристиками, Zoe из-за 3310 и слишком для них высокого ценника, и HyperX, мыши довольно спорные, поэтому вам выбор брать или нет. В общем, надеюсь, вы поняли с мышами. Следующий ролик я сделаю про клавиатуры, будет довольно интересно. А с вами был Стик Ботман. Субтитры сделал DimaTorzok